Некоторые только начинают наслаждаться этими соблазнами прелюбодеяния и другого, что приводит к этому, например, музыка и наркотики. Другие уже привыкли к некоторым из них, или же ко всему. Привыкание – это самое худшее состояние, в котором может быть человек, потому что после этого, возможно, будет самоубийство. Я не собираюсь рассказывать вам истории, статистику, опасность этого. Мне достаточно напомнить тем из вас, кто знаком с миром музыки и наркотиков, о том, что среди знаменитостей число самоубийств довольно высокое. Много самоубийств и очень много страданий. Элвис Пресли. Вы слышали про него? Мне не нравится называть его имя в мечети, но я это сделал ради молодого поколения, так как то, что я расскажу, иншаллах, заденет их за живое. Кто-то может спросить музыка, как она тянет к наркотикам и прелюбодеянию. Но все это вместе – это один пакет, один комплекс. Это пакет шайтана. Этот человек, эта известная рок-личность, что сделало его знаменитым. Он стал знаменитым, потому что он придумал новый взгляд на музыку. Дело было не в его голосе. Было много знаменитостей с красивыми голосами. Дело было в тех движениях, которые он начал показывать на сцене. Он придумал новые сексуальные движения, когда он стоял на сцене и пел. Артисты до него не делали такого. Было немного, сравнительно немного нескромности. Иными словами, все было не так плохо, как при полном отсутствии скромности. Он поднял это на новый уровень. Вследствие чего стал очень знаменитым. Дело было в этих движениях, в которых он как будто имел близость с женщиной. По этой причине он имел страшную популярность среди женщин. В четыре раза популярнее, чем среди мужчин. В шестидесятых и семидесятых женщины плакали, когда он поднимался на сцену. Они все представляли, как участвуют с ним в этом акте. Он их заставлял так представлять. Когда он совершил самоубийство, причиной которого, скорее всего, была передозировка таблетками, много женщин бросили с балкона и убили себя. Удивительно, что почти везде можно видеть, как звезды, особенно музыканты, пропагандируют наркотики и секс. Не разрешенный, а харамный. Если вы пойдете в ночной клуб, да убережет нас Аллах. Вы найдете, что эти три вещи обязательно там присутствуют. Если взять одну, остальные две придут сами. Неожиданно. Позвольте рассказать вам маленькую историю о себе. Братья не разрешают это и вообще не дозволено рассказывать плохое из своего прошлого. Но я думаю, что будет польза для молодежи и пусть они распространяют это. Мы все люди, а шайтан не сидит на месте и портит нас. Чем больше ты религиозен, тем сильнее он работает с твоим разумом. Чтобы избежать его в нужный момент, вы должны знать, как он приходит. Всегда все начинается с наущений шайтана. Позже я объясню, что значит наущение. Через минуту. В один из дней Всевышний внушил мне желание красиво прочесть Куран. Я захотел прочесть его, имитируя мелодию какого-нибудь шейха. Люди говорили мне, что у меня красивый голос. Аллаху алям. В молодом возрасте, когда мне было 18-19 лет, у меня был один друг, которого я хотел привести в ислам. И в тот день он говорил по телефону, а я читал что-то из Курана. Услышав мое чтение, он сказал мне, брат, сможешь прочесть это моему другу по телефону? Я сказал, хорошо, возможно в этом будет дауа. Так я прочитал по телефону пару аятов, не зная кто на линии. И затем услышал голос девушки. Она была удивлена и начала говорить, боже мой, это потрясающе, какой у тебя красивый голос. Ты не мог бы прийти на мой 21 день рождения? Ну, давай. Это будет классно. Ты споешь нам что-нибудь. Я такой, Субханаллах, это Куран, это не музыка. А она говорит, мне без разницы, что это. Оно звучит классно. Мне раньше никогда не делали подобные предложения. Иными словами, я не встречал такого раньше. Затем я вспомнил аят из Курана, где рассказывается, как Иблис, будь он проклят, обратился к Аллаху, Субханаллаху, когда он был изгнан из-за гордости и зависти к Адаму, и высказал желание сбить всех детей Адамы. Это было его обещание. Это была месть, обещанная этим джинном по имени Иблис. И все эти соблазны, прелюбодеяние, наркотики, музыка, все это его месть. Он хочет всем отомстить и заставить нас следовать за ними. Но всех нас сбить у него не получится, иншаллах. Он сказал, «Я буду сидеть и поджидать их, детей Адама, на твоем истинном пути, на твоей религии». Шайтан не собирается оставлять тебя. Ты должен помнить своего врага номер один. Поэтому, будь ты религиозным или же нерелигиозным, эти соблазны являются его оружием. Он приходит и к религиозному человеку, и к несвязанному с религией. Поэтому я не могу вам сказать, что для того, чтобы быть сохраненным от этого, тебе достаточно быть религиозным. Этого недостаточно. Потому что шайтан будет поджидать тебя на твоем религиозном пути. Вот я, с мыслями, что у меня на самом деле красивый голос, натыкаюсь на эту девушку, которую привел шайтан, и толкает меня на то, чтобы я пошел к ней на день рождения. Она хвалит меня, делает комплименты, и я начинаю чувствовать бабочку себя в животе. Я думаю, «Вау, смотри, как она меня хвалит. 18-19 лет, начало жизни». Но, аль-хамду лилля, нечто проснулось в моей голове. Не то, что я до сих пор был практикующим. Ты можешь практиковать несколько лет, но этого окажется недостаточно. В какой-то части в моей голове, где-то подсознательно, пробудилась мысль, что Кур'ан, вместе с его смыслом, рассказами о сподвижниках, о потусторонней жизни, о рай и адском огне, о дне суда, о наказании в могиле, о богобоязненности, должен быть возвышен. Вот что меня остановило. Я поставил трубку и сказал, «Астагфируллах». Я понял следующее. Голос, я собираюсь превратить его в музыку. Музыка приводила меня на вечеринку. Вечеринку устраивает девушка, которая исполняется 21. Девушка 21 года вызывает всякие соблазны. Кто еще там будет? Другие девушки и парни, такие как она. Что еще там будет? Скорее всего, наркотики. Самая малая – марихуана. Не бывает вечеринок без наркотиков, девушек и парней и музыки. Вы можете представить тех, кто, включив музыку, наслаждается наркотиками и женщинами? Все это начинается с музыки. Вы видели когда-нибудь, что после того, как шейх прочитал хутбу, кто-то начал петь и танцевать? Он ведь не призывает их к этому. И этого, конечно, не будет в мечети. У тебя было хоть раз такое, что, послушав музыку, у тебя появилось желание отправиться в мечеть? Можете представить того, кто слушает поп-музыку. Особенно удивляет, когда начинают говорить «Этот артист мусульманин, этот певец муслим», как будто это что-то большое, чем стоит гордиться. Хоть бы они не говорили, что он мусульманин, эти артисты и музыканты. Я не знаю человека, который послушал их песни и сказал «Теперь я хочу пойти в мечеть». Такого не может быть. Поэтому, мои братья, первое и самое главное, что мы должны понять – это кто наш враг? Аллах Субханава Тааля говорит «Не идите по следам шайтана». Шайтан, как сказал Абу Хамза, не приходит с харамом к твоей двери. Он приводит тебя к нему шаг за шагом. Таков его метод. Имам Ибн Аль-Кайм, рахматуллай алейхи, великий ученый, пишет в своей книге «Болезни ее лечения». Каждый плохой поступок начинается с мысли. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту последовательность. Каждое скверное действие начинается с мысли. Этот мозг все время работает. Ты не был рожден любящим музыку. Ты не был рожден любящим наркотики. Будучи младенцем, ребенком, тебя не тянет к подобным харамным поступкам. Все начинается с мысли, а затем мозг начинает привлекать больше информации. Когда ты спишь, он думает. Когда бодрствуешь, он думает. Все время. Ты сейчас сидишь, а он думает. Эти мысли внезапно приходят к тебе по двум причинам. Ты должен знать, откуда они приходят. Первая причина то, что ты где-то это услышал, где-то это увидел, как-то тронул, когда-то испытал, из-за того, что ты помнишь это. Вторая причина, по которой к тебе приходит эта мысль наущение шайтана. Ты можешь где-то просто сидеть, ничего не делая, вокруг никаких соблазнов, нет телевизора, интернета, нет ничего физического вокруг, никто тебе ничего не шепчет. И вдруг, ниоткуда к тебе приходит плохая мысль. Это от шайтана, наущение. Далее он говорит, эту мысль легко отбросить. Но не дай ей подняться на вторую стадию. Если ты не избавишься от этой мысли, немедленно отбросив ее чем-нибудь, она превратится в идею. В идею. Когда она превращается в идею, она крепче и дольше держится в мозгу. И от нее избавиться станет немного труднее. Тебе придется занять себя чем-нибудь, чтобы забыть ее. А если ты этого не сделаешь, то она превратится в план. Ты начнешь составлять план. Здесь начинается следование соблазну. Здесь начинается грех. То, что до этой стадии не считается грехом. Некоторые спрашивают, «Брат, меня настигают всякие харамные мысли и наущения. Мне за это будет грех?» Я отвечаю, пророк миром и благословения получал подобные вопросы от сподвижников. Они сказали, о посланник Аллаха, нам в голову приходят такие ужасные мысли, что нам легче быть сожженными, чем рассказать тебе об этом. Но пророк миром и благословения обрадовался. И спросил, у вас правда есть такое? Они ответили, да, о посланник Аллаха. И он сказал, «Альхамду лиллях, который превратил козни шайтана всего лишь в наущение. То, что ты боишься, что люди узнают о твоих мыслях, говорит о твоем имане. Это признак твоей скромности, это признак твоего страха перед Аллахом Субханава Тааля. Если они приходят тебе в голову, и ты их отбрасываешь, это хорошо. Но когда они превращаются в план, начинается твой грех. Ты начинаешь планировать то, как будешь совершать этот грех. Если ты не избавишься от этого плана, он превратится в действие. Когда ты приступаешь к этому действию, ты начинаешь чувствовать сладость, или же вкус этого греха. Это, конечно же, вредная сладость. Это как ядовитый плющ, который убивает. Как только ты его совершаешь, ты начинаешь видеть плюсы в этом. Может быть это из-за друзей, перед которыми тебе хочется казаться лучше. Может шайтан просто тебе внушил, что в этом есть что-то сокровенное, которое ты упускаешь. Ведь Аллах Субханава Тааля говорит в Куране, Шайтан сделал харамное в их глазах красивым, и затем отвернул их от истинного пути. Он делает его красивым для тебя. Ты думаешь, там должно быть что-то скрытое. Почему я не пью алкоголь? Почему мне нельзя иметь харамные отношения с противоположным полом? Почему я не могу слушать музыку? Там точно есть что-то. Ведь все наслаждаются этим. Как Абу Хамза сказал, эта женщина совершила то, будучи счастливой. Так это все приходит, не так ли? Я захожу, например, в фейкбук, то есть фейсбук, не фейкбук, я сказал фейкбук, не так ли? Мы заходим, например, в фейсбук, скажем, чтобы сделать даауа с благими намерениями, и видим фейк, харамные сборища, и шайтан приводит нас к харамному. А что будет потом? После этого тебе захочется его совершить еще, затем снова. Ты начинаешь все больше совершать подобное, поддаешься соблазнам. И когда ты продолжаешь совершать его таким образом, и Дуркаим говорит, это превращается в привычку. А когда грех становится привычкой, бывает сложнее всего избавиться от него. Привычка становится зависимостью. С чего все началось? С мысли. Избавься от мысли. Если они превратились в идею, избавься от идеи, иначе она превратится в план. План превращается в действие. Одно действие еще не так страшно. Ты можешь отказаться от него, не возвращаться. Встань и соверши молитву, если ты совершил харамное. К пророку, миром и благословения, подошел один человек и сказал, «О посланник Аллаха, я совершил грех. Мои глаза совершили зина, мои руки совершили зина». «Ты совершил акт зина?» – спросил его пророк, миром и благословения. Человек ответил, «Мои глаза совершили зина, мои руки совершили зина». Пророк, мир ему и благословение, повторил, «Ты совершил то, что делает муж с женой?» Человек ответил, «Нет». И пророк, мир ему и благословение, затем сказал, «Иди совершай намаз и совершай благое, они смоют твой грех». Кто-то может подумать, что все так просто. Я пойду и совершу пару намазов, а затем, я могу пойти еще раз? Я посмотрю на что-нибудь харамное и пойду совершу намаз и очищусь от всего? Нет, не это имеется в виду. Пророк, мир ему и благословение, хотел, чтобы ты исправился, вспомнил о связи со Всевышним Аллахом сразу после того, как совершил проступок, потому что он чувствовал вину. Так же и ты, когда почувствуешь свою вину, иди соверши благое, дай садака, сделай дуа, соверши намаз, сходи в мечеть, прочитай Кур'ан, научи кого-нибудь хорошему, выучи что-нибудь из Кур'ана, скажи кому-нибудь «Ассаляму алейкум», сделай что-нибудь, что сделает довольным Аллаха, как только почувствуешь вину, потому что шайтан обладевает тобой, а таким образом ты сможешь избавиться от него, иншаллах. Каждый раз, совершая благое, ты смываешь грех. Грех оставляет на твоем сердце черную точку. Это такая невидимая точка, которую ты можешь чувствовать. И когда ты совершаешь благое, эта точка стирается. Самое лучшее время, когда ты чувствуешь себя виноватым. Самое лучшее время, когда тебе кажется, что мир вокруг тебя рушится. В этот момент ты должен преклониться перед Аллахом. И когда поклоняешься Аллаху, субханава та'ала, ты очищаешь сердце от этих точек. Когда грех войдет в привычку, избавиться от него будет труднее всего. Помните, как я вначале сказал, что шайтан шепчет нам? Почему он шепчет? Шепот имеет свое особое влияние на подсознание. В мозге есть участок, который активизируется при шепоте, так же, как активизируется, когда вы слышите музыку, когда вы принимаете наркотики, активизируется от порнографии. Точно так же на нас оказывает влияние шепот. Кто-то, наверное, захочет возразить мне и сказать, вот я слушаю музыку, и она дает мне чувствовать себя счастливым. Я согласен с вами. Есть музыка, которая дает чувство счастья, дает чувство радости, которая вдохновляет тебя, мотивирует. Это правда. Но что говорит Аллах, субханава та'ала, про алкоголь и азартные игры? Он говорит, «В них есть польза для людей, но вреда больше, чем пользы». Это причина, по которой Аллах, субханава та'ала, запретил алкоголь и запретил азартные игры. В музыке есть некая польза, я не буду вам врать. Ты радуешься, слушая музыку, но вред превышает пользу. Как? Если я спрошу вас сегодня, особенно молодых, какую музыку вы слушаете, большинство скажет классическую музыку Бетховена. Я слушаю скрипку. Я люблю классику. Нет, они не скажут такого. Они слушают поп-музыку. Они слушают другую мерзость, которая сделает тебя диким и сведет с ума. И что сопровождает ее? Две другие мерзости. Поэтому важно понять, мои дорогие братья и сестры, что действие, которое превращается в привычку, оказывает воздействие на один и тот же участок мозга снова и снова. Единственный способ отказаться от этих действий, это перезапустить процесс с самого начала. А чтобы это сделать, тебе понадобится сила воли. Аллах дал тебе силу, которая намного больше, чем ты можешь себе представить. Она называется сила воли. Аллах одарил нас этой силой. И чтобы задействовать эту силу, тебе понадобится боязнь перед Аллахом, субханава тааля. Включи какую-нибудь лекцию про ад. Послушай что-нибудь о судном дне. Включи те вещи, которые вызовут у тебя страх. Это заставит тебя проснуться. Затем послушай что-нибудь, что даст тебе надежду. Джанна. Раскаяние перед Аллахом. То, что Аллах примет тебя, как бы ты ни был далек. Потому что шайтан может внушить тебе, у тебя нет надежды, твоя дорога только в ад. Аллах больше любит проявлять милость, чем гнев. На вершине своего арша Аллах, субханава тааля, написал, мое милосердие превышает мой гнев. Я не буду долго говорить про это, потому что шейх Абу Ахмад расскажет нам про раскаяние. Так вот, если вы послушаете это и сразу же откажетесь от тех действий, иншаллах, сила воли станет сильнее. И в этот момент тебе нужно перезапустить процесс, который был запущен в твоем мозгу. Как? Так же, как ты его запускал снова и снова, перезапускаешь его снова и снова. Это называется зикр. Зикр означает повторяющиеся поминания. Слушай, что Аллах говорит в Куране. Вы заметили, как я выделил? Это не случайно, когда в Куране, особенно на арабском языке, что-то выделяется подобным образом и удлиняется. Это означает всегда, все время. И Ииба Ади означает все мои рабы. Если любой мой раб в любое время, будь он мусульм или не мусульманин, воззовет ко мне, я всегда рядом. Это второе предложение. То есть, я был рядом всегда, и я буду. Я отвечаю на мольбу просящего. Слово «иза» имеет смысл повторения, в отличие от слова «ин». Когда бы он не просил, Аллах говорит «иза», то есть, когда бы не просил. Поэтому ты должен сделать привычкой и просить Аллаха много. Что случится, если ты будешь часто просить Его? Твой мозг начнет меняться. Что случится, если ты часто будешь повторять слова Аллаха? Твой мозг начнет меняться. Даже твои сны начнут меняться. Ты начинаешь видеть сны, связанные с судным днем, или страхом перед Аллахом. И это будет означать, что твой мозг меняется. Ты должен постоянствовать на чтении слов Зикра. Они помогут тебе избавиться от привычек, которые были раньше. Когда твой мозг начнет меняться, ты начнешь совершать действия, которые дозволены, иншаллах. Шаг за шагом. Даже не мусульмане. Можно посмотреть в Ютюбе, как они учат повторению слов. Если ты хочешь, например, стать самоуверенным, они говорят «поставьте в уши наушники и говорите «я уверен в себе, я уверен в себе». Просто повторяешь. Постоянно повторяешь. Это поменяет тот самый участок в твоем мозге, и со временем станет легче». Братья и сестры, хочу завершить словами Всевышнего Аллаха. Ищите помощи, утерпения и молитвы. Слово «салла» означает не только пятикратный намаз. Но «салла» происходит от слова «сыля», что значит «связь». Ты должен искать разные способы связи с Аллахом, Субханава Та'але. Через поведение, через намаз, через дуа, с помощью Кур'ана, находясь рядом с людьми, которые напоминают об Аллахе, Субханава Та'але, которые говорят в лицо, не скрывая своих чувств, отводят в сторону и говорят «брат, я хочу дать тебе совет». С такими людьми, за счет перехода в благое окружение, оставив плохое окружение, ты, иншалла, сможешь получать связь с Аллахом, Субханава Та'але. Сабр не означает только быть спокойным или какое-нибудь горе, и ты не можешь ничего сделать. Не возражай Аллаху, Субханава Та'але. Прими это и продолжай взывать к Нему. Второе значение – иметь терпеливость в сохранении себя от греха. Ты должен выработать силу воли, чтобы сохранять себя от этих грехов. Если ты привык смотреть на что-то харамное, возьмись за силу воли и натренируй ее, чтобы она стала сильнее и сильнее. И затем ты сможешь защититься ею. И третье значение – иметь терпение в постоянствовании на зихре, на молитвах. Ведь ты знаешь, что не всем легко вставать на фаджр. И ты знаешь, что когда просыпаешься, ты чувствуешь усталость. Но ты должен приучить себя к этому терпению. Сражайся, борись. Это не берется с воздуха. Некоторые подходят и говорят, «Ах, и хочу начать делать намаз, но я не знаю, вряд ли Аллах примет». Сестра подходит и говорит, «Хочу надеть хиджаб, но не знаю, кажется, я не готова». Ты готова, ты готова. Тебе просто нужно выработать силу воли. Скажи, «Я сделаю это». Сделай это решение. Скажи себе. Это имеет сильный эффект. Не давай своим родителям или своему шейху выбирать за тебя. Когда у тебя есть свои решения, и ты возьмешься за них, ты обнаружишь в себе силу практиковать это. Скажи себе, «Сегодня я это сделаю». Начну читать этот зикр. Каждый день я сяду, возьму книгу «Ист мусульманин», «Крепость мусульманина», и выберу оттуда дуа, и буду его повторять несколько раз в день. Один раз утром и один ночью перед тем, как лечь спать. Хочу, чтобы это было первое, что я говорю, проснувшись, и последнее, что я говорю перед тем, как лечь спать. Делай это несколько дней, 30 дней, 40 дней, 50 дней, и ты увидишь, что случится с твоим мозгом. Все в тебе начнет меняться, иншаллаху таалла. Аллах поможет тебе. Вот то терпение, о котором мы говорим. Пусть Аллах нам всем поможет и простит нас, одарит нас терпением. Пусть Аллах даст нам идая, и будет с нами всегда. Аминь.